друзья всем привет знаете мы с вами снимаем различного рода видеоролики разные сюжеты и вот сегодня я хочу сделать обзорчик на автомобиль на который я предлагаю вам взглянуть с точки зрения вторичного автомобиля именно вторичка никак не новый а все почему знаешь иногда хочется привязать вот так вот за веревку вытянут сказать вот смотрите кого он привел как козу его в кадр притянуть это инфинити куик 73 7 есть три версии этого автомобиля первое идет с дизельным мотором 3 литра 238 лошадиных сил 550 крутящего момента разгон у такой версии 8,3 секунды в нашем случае идет бензиновый двигатель объемом 3 7 литра 333 лошадиные силы разгон до 1 сотни 6,8 секунд 363 крутящего момента есть версия скажем так самая заряженная там 400 сил и в общем-то там разгон 5,8 секунда сотни но сегодня речь пойдет именно про автомобиль с двигателем 3 7 либо же как альтернативу рассмотрим двигатель 3 литра дизель во всем по порядку начинаем прямо сейчас поехали откуда у меня этот автомобиль мне его предоставила такая компания как а м прокат именно у них мы брали тойоту камри новую как только вышло я оставляю ссылку на них у них огромный автопарк для чего я это делаю все ты суеверный кому а во всем реклама друзья вот если ты допустим присматриваешься к такому автомобилю либо же к иному ты покупаешь там бушную машину ты можешь зайти к ним на сайт посмотреть если эта машина есть как минимум ты можешь взять на сутки на прокат покататься сделать полноценные выводы вот например вот этот автомобиль на сутки стоит 9000 рублей если взять его через соцсеть там через инстаграм например то ты можешь оформить за 7000 рублей то есть 2000 экономия заправилась полный бак катаешься делаешь полные выводы поэтому им огромное спасибо все ссылочки на них оставляю в описании обязательно зайдите на их сайт посмотрите возможно какой-то автомобиль будет интересен нам с вами и мы сделаем на него обзор автомобиль вот в этом кузове непосредственно выпускается с 2013 года раньше был шильдик fx сейчас стал шильдик у x ничего не изменилось по сути что мы имеем по внешнему виду ну момент выхода в 2013 году и ранее даже к 1 версии инфинити появились это действительно было вау это такой современный автомобиль премиум сегмент все на них смотрели заметны на дороге безусловно все говорили классная тачка интересная такая задиристая построен автомобиль на платформе общий вообще с nissan skyline по сути это у нас полноценный спортивный кроссовер на котором действительно можно понавалить он реально хорошо держит дорогу здесь идет полный привод здесь стоит много дисковая муфта которая подключает передние колеса то есть изначально автомобиль как бы идет задним приводом и в америке например есть версии где идет чисто задний привод и нет полного вообще в нашем же случае что мы получим вот оптика у нас биксенон противотуманочки у нас галогеновая обычные все в более дорогих версиях вы можете также получить камеры кругового обзора в нашем случае версия так понимаю самая базовая потому что даже мультимедиа здесь настолько старая ну мы до этого еще дойдем вот так если посмотреть даже на сегодняшний день с точки зрения авторечки есть ты живешь там не в каком-то крупном городе там небольшой городочек ну реально тачка будет просто бомба если запрыгнуть на автору либо авито где вам больше нравится и забить например 2013 год qx70 то ценник начинается примерно с миллион шестьсот но как правило миллион шестьсот эта машина с непонятной историей более-менее можно будет найти там миллион семьсот миллион восемьсот если посмотреть автомобили посвежей там двухгодовал это 2 миллиона и выше там два триста два четыреста это когда уже прям действительно хорошее состояние небольшой пробег если же пойти посмотреть этот автомобиль новый то на сегодняшний день в нашей стране в россии выпускается двигатель только 3.7 бензин 333 силы первый минус какой бешеный налог ну как бешеный 50 тысяч рублей но все равно ты будешь отдавать раз расход у этого автомобиля реальный расход в городе порядка 20 литров все те кто пишут я езжу у меня 16 17 но это в режиме экономы если погоняться на нем хочется это делать потому что рокот от двигателя все-таки присутствует вау эффекта прям жмешь на газ я лично не почувствовал тем не менее погонять на нем охота какие еще плюсы у этого автомобиля за счет того что он по сути молодежный это реально крутая такая симпатичная машина на него есть различные обвесы то есть машину можно переделать до неузнаваемости это прям будет такая агрессивная морда задница будет агрессивная в общем с этим проблем не будет но все обвесы тоже стоят недешево и вот что я вам хочу сказать когда-то там в 2013 году это действительно прям вот приковывал взгляда автомобиль все те кто пишут отзывы владельцы всегда то заметно дороге на тебя оборачиваются на сегодняшний день даже люди с автопроката говорят все интерес к автомобилю уже подутих не такая очередь за ним выстраивается да и в живую вот стоишь рядом с ним думаешь блин раньше помню заходил автосалон смотрел финик блин такая тачка сейчас ну вот в базовом состоянии в стоковом да ничего особенно вот если переделают то будет совсем другой разговор давайте откроем капот я вам кратенько расскажу что нас может встретить там допустим мы берем версию дизельную если брать 3 литра какие плюсы 238 сил проходит по налогу откуда вообще взялся этот дизельный двигатель изначально он был сделан французами для того чтобы продаваться на европейском рынке потому что там как вы знаете денег ни у кого нету это на самом деле так для них бензин это удовольствие дорогой поэтому для них выгоднее дизель с хорошим крутящим моментом но этот двигатель 3 литра 238 сил 550 крутящего это только вот на словах казалось бы 550 крутящего на деле все говорят то что это вообще говнище который не едет в городе еще кое-как то можешь поймать но в целом блин так себе я оставлю прям краткую описание на этот двигатель все его плюсы минусы чтобы сейчас одно и тоже не перечислять там реально все расписано конкретно за дизель что мы имеем в нашем случае двигатель объемом 37 литра это по сути доработанный 3 5 вот точно такой же двигатель 3 5 стоит у меня на nissan murano что с ним изменилось в первую очередь блок цилиндров коленвал с ходом поршни сделали до 86 миллиметров поставили длинные шатуны и легкие поршни под степень сжатия 11 все это дало увеличить объем с 3 5 до 3 7 здесь стоит цепной привод в принципе надежно его ресурс ну как и на многих цепях там 150 тысяч ну естественно лучше это заменить поранее чтобы не испытывать потом проблем вообще этот мотор v-образная шестерка некое сходство имеет вообще с гтр-овски ну там отдаленно то есть есть пересечения в целом его реально можно считать надежным есть там некоторые косяки у некоторых они скрыть встречаются но это можно больше назвать заводской брак и озвучивать их не стоит даже общая оценка вот этому мотору момент того что выпускает с 2007 года пять с минусом либо 4 с плюсом как как больше нравится никаких здесь турбин соответственно нету поддается ли он чиповки ну смотрите 333 силы в реале можно вложиться и сделать здесь 390 сил если начать переделывать уже посерьезнее то будет 420 сил но 420 там уже довольно таки крупные затраты будут здесь можно сделать что изменить выхлопную систему поставить фильтр нулевого сопротивления в общем немножко доделать дошаманить автомобиль кстати тогда звук будет намного лучше из изменить выхлоп в реале столько вообще ни о чем то есть заводишь его звук мотора ну такой басистый приятно к поедем с вами кататься думаю вы услышите ну нажимаешь на газ на холостых вообще ни о чем не соответствует внешнему виду хочется чего-то посерьезней вообще с точки зрения доработки здесь действительно много чего можно сделать я даже не говорю про версию в 8 на 400 сил там вообще можно реально сделать хорошую машину гоночку какой минус у этого автомобиля ну смотрите вес машины 2100 килограмм 2 тонны 100 но это на самом деле много и самое главное что 333 силы звучит и так неплохо 333 силы но в реале к ты передвигаешься по городу ну так себе ну серьезно 6 8 думаешь дашь сейчас газку вона полетит не хватает поэтому если брать его на вторичке я бы полюбасу как минимум переделал бы выхлоп маленечко и и бы так сказать прокачал чтобы машина ехала на свой внешний вид уже работает этот двигатель 7 ступенчатая автоматическая коробка передач как и дизельной так и на v8 на них жалоб нет на силовые агрегаты с точки зрения содержания автомобиля запчастей аналогов очень много да и вообще даже родные запчасти не очень-то и дорогие здесь сцены озвучивать нет никакого смысла заходите в интернет прям смотрите ну сами поймете потому что для одного там отдать там за какую-то там за подшипники 15 еще очень дорого а вот например аналог купить за 6000 хороший немецкий ступичный подшипник запросто можно и он будет реально хороший ресурс мотора при должном обслуживании если там раз в семь-восемь тысяч менять масло беречь машину прогревать хорошенечко если ты уж гоняешь что вы это дело тоже правильно то есть не насиловать ее будет блин ну 400 плюс это реально хороший мотор проверенный тем более все доработки после 35 здесь сделано больше здесь сказать нечего пойдемте дальше в общем вот этот мотор действительно заслужил очень много наград как бы его смело можно назвать надежным что мы имеем дальше клиренс автомобиля 184 миллиметра это спортивный кроссовер подчеркиваю для города это самое но некоторые начинают задаваться вопросом а что же будет на бездорожье друзья в самом начале сказал многодисковая муфта подключает передние колеса все это сделано только для того чтобы ты мог нормально стартануть с места все никакие бездорожье здесь не нужны вы посмотреть колеса двадцатые стоят шоссейная резина соответственно на этой машине хочется гонять но никак не лехать не какие-то говны впереди у нас идет подвеска независимой на двух поперечных рычагах задний идет независимый много рычаж это самая простая версия подчеркиваю потому что есть версии где подвеска будет с регулируемой жесткостью то есть амортизаторы там можно пожестче сделать покомфортнее есть версия самая дорогая у него вообще задние колеса будут подруливать один градус но этого реально достаточно я честно говоря не могу прямо сказать уж какие-то будут ощущения не ездил на такой версии но по отзывам людей 1 градуса вполне достаточно чтобы вот такие повороты затяжные заходить комфортнее в любом случае тачка реально жесткая и сбитая это прям идеальный вариант у тебя проехался по трамвайным путям вот так просто скучишь прям на ней действительно круто с точки зрения того что она хорошо держит дорогу если ты покупаешь от автомобиля хочешь какой-то вальяжный комфортный язык как один человек знаешь написал говорит на двадцать первых колесах жестковато вот на двадцатых нормально могу сказать одно тоже 20 и 19 21 все здесь будет жестко потому что подвеска по себе жесткая многие отмечают такой факт на что вот сзади блин некомфортно за счет того что кузов идет на сгиб а сзади некомфортно будет садиться если ты ростом метра два такой жирный здоровый то тебе будет некомфортно вот смотрите я примерно метр 86 сел сам за собой леток понятное дело на улице откинул себе подлокотник поставил себя кофейку мы поехали то есть полулежа идеально сидение удобное что можно конечно придраться потому что скос есть то есть если как-то сесть вот так например прямо да ну по идее но он мягкий то есть целом я конечно здесь такого дискомфорта не вижу но вот посадка высадка это действительно неудобно особенно ты смотри я в белых брюках дай сегодня а вот если бы зима была ну испачкаться можно для кого идеальный вариант девчонок катать ну ты молодой парень красивый у тебя бабки есть посадил все поехали либо же если даже там наш рассмотреть то что у тебя молодая семья там у тебя детям там 8 10 12 лет почему некомфортно будет все комфортно если конечно тебя ушан там двухметровых уже так будет быть мне сзади неудобно подвинь сиденья тогда будет некомфортно переходим потихонечку к задней части фонари у нас идут тоже диодные свес автомобиля две выхлопные трубы кстати подчеркнет покажи пожалуйста вот в стоковом состоянии все это как творится убого вот естественно есть вариант к переделка по 4 патрубка на 2 с одной стороны 2 с другой сразу другой вид в нашей базовой версии уже идет камера заднего вида электропривод задней двери багажника багажник значит объем у нас 376 литров и тоже знаешь на это все говорят блин маленький багажник почему-то многие прямо отмечают то что вот маленький некомфортный ну исходя из того что тачка типа из премиум сегмента она дорогая новая машина такая будет стоить от 3 миллиона 100 тысяч рублей выше я называю цену с учетом того что можно торгануться здесь можно сложить заднее сиденье и я это уже сделал в принципе пол получается практически ровно но естественно он там с наклоном о о чем это говорит что-то положить сюда можно эта полочка естественно тоже убирается с точки зрения сборки это японская сборка все сделано на мой взгляд качественно то есть ничего не болтается не шатается поэтому что-то здесь возить не возить каждое решение примет самостоятельно у нас здесь есть колесико запасное сабвуфер системы у нас идет босс кто-то говорит хорошая кто-то нехорошая вам одно хочу сказать друзья босс это не самая крутая система соответственно играть она будет достойную флешечку поставишь там знаешь покататься с музыкой ну нормально от чего-то прям грандиозного от нее ждать не стоит потому что есть стереосистема гораздо дороже в общем это с точки зрения надежности я бы поставил этому автомобилю ну давайте так твердую четверку потому что на пятерочку все равно что-то здесь все равно может сломаться а что может там от ну гидроусилители руля некоторые жалуются атака если зайти поломки незначительны самое главное силовой агрегат именно бензиновый хороший коробка тоже достойно вот с дизелем подчеркивать дизеля могут быть проблемы да и в принципе вообще дизель с нашего рынка убрали никому нафиг не нужно у кого бабки есть берут все бензиновый даже для людей ну там расход типа 17 20 литров пофигу баку автомобиля 90 литров готов он питаться от 95 в общем то если вы найдете такой автомобиль 3-4 годовалый в хорошем состоянии посмотрели за ним ухаживали хранили на каком-нибудь подземном паркинге я считаю смело можно брать с учетом того что вы еще три-четыре года на нем поездите до 200 250 тысяч были вообще беспроблемная машина знаю это лично были такие у меня машины у друзей у товарищей все это смотрел никто прям так не жаловал чтобы а блин сыпется в альтернативу этому да ну смотри 2 миллиона что можно взять bmw x3 bmw x6 там шестилетний тоже можно эти x5 но что это такое будет вот это вот уже будет знаешь стрёмно покупать либо же можно поискать там аналоги от японцев типа lexus rx в общем то выбор по сути есть но вот здесь если глянуть на эту тачку кузов блин молодежный интересный давайте присядем в интерьер автомобиля потому что там нас 3 знаешь что там нас встретит нулевые пойдемте покажу ничего здесь сверхъестественного нету присаживаться в эту машину ты уже понимаешь что это реально старая тачка ну почему но в первую очередь посмотрите просто-напросто на мультимедиа это базовая версия в более дорогих версиях она будет тоже хреново а именно она будет точно такая же как на nissan murano сейчас предстоит у меня там будет навигация но она такая пустая скажем так ничего там интересного нету здесь идет непосредственно управление только этой мультимедией дальше идут как обычно стандартно часики infinity управление музыкой управление климат-контролем что есть у нас здесь значит это дерево покрытое лаком выглядит это конечно убого но это лично мое мнение ничего блин симпатичного в таком цвете нету в базовой версии у нас идут как подогрева так и вентиляция сидений селекторы переключения передач везде будет одинаковый в более дорогих версиях здесь добавляется кнопка который вы можете управлять подвеской у нас идет люк вот здесь с левой стороны дойдет блок управления здесь можно омываечкой прыснуть дверь заднюю открыть в общем ничего такого грандиозного нету руль у нас идет с ярко выраженными как говорится подрулевыми лепестками руль вот что отмечу реально удобный смотрите все кто владеют nissan ими точно такой же ключ только вместо шильдик инфинити будет логотип nissana ну вы понимаете прекрасно одна и та же компания один и тот же папа решил сэкономить автомобиль у нас заведем открывая окошко на холостых вот двигатель еще чувствуется что мощь есть но на что-то вот его жмешь дать 5000 оборотов все он больше не идет звук такой ну ни о чем у меня блин на мази звук то есть хочется передел чтобы это было поспортивнее перевожу селектор переключения в режим d никого нету идеальный вариант держись что-то не отшатал назад разгон заявлены 6,8 секунд раз два три задержка есть она небольшая 80 тормоза стоят здесь передние и задние дисковые вентилируемые к ним вопросов нету пока их не перегреешь могу отметить что вот именно с 40 вот допустим 40 едем газку но секундная задержка чисто передачу пониже кидает и поехал ну прям знаешь такого что прям тяга была какая-то бешеная нету хочется перепрошивать автомобиль настраивать его под себя именно под езду спортивную что прям ток газку дал он уже пуляет тогда будет поинтересно тогда и расход соответственно также вырастет с другой стороны вот как вот что про эту машину все говорят вот профиль дороги повторяет очень жесткая здоровые колеса мы катаемся по городу москва мне комфортно вот тем более я пересаживаю жесткого автомобиля на жесткий никаких нареканий у меня нету если у вас больная спина вы взрослый человек вы хотите купить машину который будет ездить комфортно это точно не ваш вариант берите себе lexus берите тойоту что угодно но на этой тачке хочется именно наваливать и хочется чтобы она держала дорогу мощи все равно не хватает вот 400 сил в 8 совсем другой вариант знаешь иногда хочется конечно увидеть что-нибудь там посветлее таких машинах если речь это премиальной марки все-таки хочется присесть чтобы было такое более светлое настроение что ли я себя его рассматривал однозначно лично для себя взял бы светлый салон раз там два раза в год делать химчистку никаких проблем с этим не будет шумоизоляция ну опять же с чем сравнивать несмотря на то что у нас там 20 колеса мы едем 60 я слышу как работает двигатель газку даешь он тебе привет передает ну прям не шумная машина если мы разгоняемся 100 120 но все равно шум появляется от стекла самое главное вот открыть закрыть когда вот они закрываются все ну комфортней откуда там снизу шум все равно идет как обычно это везде такое есть поэтому покупая автомобиль хотите хорошую шумку надо делать в любом случае дополнительно отклик на руль вообще классный то есть машина действительно дорогу хорошо держит и на большой скорости на трассе тоже на этой машине можно наваливать неплохо какой минус можно сказать за подвеску вот сзади да кто будет сидеть будет ощущение такое то что на каждой на каждом стыке на каждой ямке подпрыгиваешь жопа реально здесь прыгуча но не более того это все больше зависит от водителей некоторые боятся ехать больше 140 160 им кажется что они часто кочку наедут их машина улетит некоторые носятся 200 220 никаких претензий нету максимально это машина может разогнаться двести тридцать три если взять версию в 8 250 подчеркиваю это все срабатывают ограничители если его отключить машина поедет и больше для кого подойдет эта машина но в первую очередь естественно для жителей города для кого это в принципе было придумано и сделано для тех кто любит после работы знаешь выйти там газку дать а вот себя бы например за рулем этого автомобиля я бы легко представила представляю передвигаться по городу вообще классно единственное что у меня здесь в первую очередь налог и во вторую очередь это расход то есть расход 17 20 литров я не потяну но ты представляешь столько м это проехал уже рубас у тебя улетел а я езжу много я могу в день блин тратит она бензин только по три тысячи то есть в месяц у меня лично будет уходить 50 60 на бензин дорогая каска но это есть покупать автомобиль новым с другой стороны она также попадает зону риска по угону действительно угонщиков машина востребована я думаю вы многие видели ролики и у максима шелкова когда машину берут перебивает продает через год там еще раз ее угонять когда одну и ту же машину там по два-три раза угоняют соответственно здесь по-любому какая-то каска какая-то защита нужна это тоже будет стоить денег соответственно все это нужно сверху плюсовать другой стороны покупая эту тачку если вы нашли в хорошем состоянии условно вы там за 2 200 забрали но положить сверху соточку на всякий случай загоните ее куда-нибудь на сервис чтобы вам его хорошенечко перетряхнули все если вы ездите в месяц не знаю там две тысячи км эту за году там 20 30 тысяч проезжаете но это мало и туда же 30 тысяч это уже для вас наверняка много я там по 30 по 40 тысяч проезжаю а так люди проезжают там по 10 15 тысяч соответственно для вас вариант для вторички идеальный когда речь идет за автомобиль в 333 силы 363 крутящего инфинити такой задний привод изначально переднем подключаемых хочется какого-то драйва старту из двух ног держу педаль тормоза поднимая обороты вижу что тачка готова поехали ну вот вот после 60 даже тягу уже просыпаться начинает после 60 до он уже так сказать дает просраться хочется погоняться на машине но в любом случае пацаны в сотый раз повторяю переделывать выхлоп нужную маленько доработать чтобы машина раскрыла весь потенциал друзья пришло время делать выводы они здесь самые противоречивые одни скажут что тачка говно как по внешнему виду так по управляемости ян такой ездил она не рулится колею она не любит колеса 20 здесь все этим говорится другие же скажут блин интересная машина хорошая у меня такая была катался одни положительные эмоции я вам хочу сказать одно в любом случае каждому из вас перед покупкой необходимо пройти тест-драйв чтобы сделать свои выводы вот я покатался на машине мне на очень понравилось ну реально передвигаешься классно да есть свои минусы по интерьеру староват есть свои минусы там с точки зрения двигателя 37 333 силы в процессе видеоролика мы это сказали там налог бензин расход так далее но с другой стороны покупая ее на вторичном за миллион семьсот сегодня как такая же новая стоит там под три с половиной миллиона я считаю то что экземпляр достойный в любом случае должны понимать то что уходящий вид уже совсем скоро по идее либо в конце этого года либо в начале следующего приедет новый инфинити куик 70 и конечно же не забывайте про спонсора нашего канала автокод перед покупкой автомобиля на вторичном рынке всегда вы можете его проверить просмотреть всю официальную историю используя только лишь госномер автомобиля разовая услуга стоит 349 рублей сервис работает по всей нашей стране не только москва московская область вся наша страна забиваешь госномер и получаешь полный отчет по автомобилю это полезно а самое главное это может обезопасить вас от покупки автомобиля залогового поэтому здесь добавить больше нечего пишите ваше мнение в комментарии что вы думаете по поводу этого автомобиля купили бы вы его на вторичке или не купили всех жду еще раз напоминаю что автомобиль нам сегодня предоставил а м прокат ссылку на них оставляю в описании очень много автомобилей у ребят им огромное спасибо подписывайтесь на инстаграм канала подписывайтесь на сам канал у нас еще впереди очень много видеороликов до новых встреч всем пока пока